МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об основных праздничных событиях, долгожданных подарках и приятных сюрпризах мы постараемся рассказать сегодня в программе. Итак, Гомелю 873. В числе крупнейших подарков городу, новая набережная, машины скорой медицинской помощи, отремонтированный автовокзал. Во время празднования Дня города состоялась презентация нового регионального телеканала «Беларусь-4». Гомель принял эстафету общенациональной акции «Мы вместе». Масштабно и весело свой день рождения отметил один из самых древних белорусских городов – наш Гомель. Поселение на правом берегу реки Сож появилось в конце первого тысячелетия нашей эры. Впервые в летописях Гомель упоминается в 1142 году. Спустя 8 столетий это современный город с полумиллионным населением, промышленный и культурный центр. Среди множества событий праздничного дня мы выбрали самое интересное. Встреча с делегациями городов-побратимов в программе празднования Дня города – мероприятие практически традиционное. Сегодня Гомель имеет побратимские связи с 28 городами, причем два соглашения с российским Магнитогорском и китайским Харбином заключены в этом году. Экономика Гомеля является экспортно-ориентированной и международное сотрудничество для города имеет большое значение. А потому и постепенное возвращение местных предприятий на внешние рынки, которые отмечаются в последние месяцы, необходимо считать положительным явлением. Теперь продукция поставляется в 53 страны, причем в этом году партнерами гомельчан впервые стали Австралия, Гвинея, Гонконг, Камбоджа и Тайвань. Значительные надежды на сотрудничество с городами-побратимами. В частности, первым результатом подписанного в этом году соглашения с Харбином станет участие гомельских предприятий в международной торгово-промышленной ярмарке, которая откроется в Китае через месяц. Побратимские отношения, они несут, как правило, и большую экономическую составляющую. Вот если, например, взять товарооборот, внешнеторговый товарооборот Гомеля с Российской Федерацией, то на долю регионов-побратимов приходится около 60% этого товарооборота. С Украиной более 50%. То есть вот это реальное подтверждение моих слов. Организаторы говорят, что удивить гомельчан сложно, но можно постараться. В праздничную программу внесли около 100 мероприятий, многие из которых раньше в городе не проводились. Проект «Впервые в Гомеле» обо всем, где город можно назвать первопроходцем. Первая на территории современной Беларуси ланкастерская школа, в которой старшие учили младших. Первый банк, первый цирк, первый пароход, детская железная дорога, кукольный театр и даже футбольный матч. Плюс первая гомельская военно-обмундировочная фабрика. Ее создали в 1919 году. Сейчас это всемирно известная фабрика Коминтерн. Гомельчане всегда стремились быть законодателями моды во всех сферах. В начале минувшего века они даже приглашали знаменитых парикмахеров из Франции. Во время празднования Дня города об этом также вспомнили. Очень модно были французские парикмахеры, которых русская знать выписывала из Парижа. Они приезжали, устраивали богатые салоны, они были украшены очень дорогой мебелью. У них были красивые зеркала, очень много парфюмерии. Но это могли себе позволить только богатые люди. Фестиваль национальных культур – проект, который пользуется особой популярностью. На протяжении нескольких сотен метров – белорусская, русская, азербайджанская, туркменская и еврейская кухни. Здесь же – знакомство с культурой белорусских цыган. Их танцы никого не оставляют равнодушным. А также показательные выступления казаков с шашками и нагайками. Гомельский казачий округ был создан в конце 90-х. Сейчас организация насчитывает более 300 человек. Основные задачи – культурная и воспитательная работа. У нас есть ансамбль, называется «Гуляй, казак». Ну и казаки сами по себе. Вот сегодня ансамбль в Минске, а мы здесь, в Гомеле, все казаки собрались. И каждый казак может что-то показать своей удали. Кто-то шашкой, кто-то нагайкой, кто-то песню спеть, кто-то станцевать. О том, что во время празднования Дня города состоится презентация телеканала «Беларусь-4 Гомель», организаторы объявили заранее. Сейчас у региональных журналистов появляется возможность рассказывать о всех сторонах жизни Гомельщины. Раньше для этого просто не хватало эфирного времени. Съемки новых программ уже начались. И уже в этом месяце их увидят телезрители. Надеемся, он соберет максимальную аудиторию, так как на канале будет представлено большое количество тематических программ, касающихся жизни именно региона. Как найти канал? Канал будет доступен в цифровых пакетах и у кабельных операторов. А старт вещания назначен на третью-четвертую неделю сентября. Почти 40 миллиардов белорусских рублей. Именно столько средств направлено на строительство последнего участка набережной реки Сож. Накануне Дня города состоялось торжественное открытие этого более чем полукилометрового участка. В этот же день парк машин скорой медицинской помощи пополнился еще несколькими единицами новой спецтехники. Во время торжественной церемонии передачи машин присутствующим напоминают исторические факты. В 1919 году в Гомеле были всего 4 врача и столько же медсестер, обслуживавших горожан на конных экипажах. Сегодня в областном центре около 50 бригад скорой медицинской помощи, которые ежегодно оказывают помощь более чем 200 тысячам больных и пострадавших. При этом за последние 5 лет технический парк обновился на 80%. Новые машины не только более маневренные, но и позволяют оказывать помощь непосредственно во время перевозки. Они специально переоборудованы для оказания экстренной неотложной помощи во время движения. Учитывая, что у нас есть как кислородное, так и другое оборудование для реанимации, здесь подготовлены места для крепления, где оно устанавливается и во время движения позволяет оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Новое брендовое место отдыха. Именно так в Гомеле уже называют набережную реки Сош. Идея этого проекта впервые озвучивалась еще 30 лет назад, но реализовать ее в полном объеме удалось только сейчас. Причем последний участок в 548 метров сделали в рекордные сроки, всего за три месяца. Для того, чтобы сохранить необходимую последовательность строительно-монтажных работ, трудились даже ночью. О масштабах сделанного можно судить по таким цифрам. Освоено 40 миллиардов рублей. Уложено 11 тысяч квадратных метров тротуарной плитки и полторы тысячи квадратных метров асфальта. На 15 тысячах квадратных метров проведено озеленение территории. Привлекает внимание и композиция маяк из 48 светильников в разные высоты. Кстати, чтобы сделать отдых гомельчан и гостей города более комфортным, в перспективе здесь планируется открыть еще и мини-гостиницу с рестораном и кафе. Инвесторам предложат участок, где ранее располагалась грибная база. Ко дню города в Гомеле завершена масштабная реконструкция автобусного вокзала. Значительные ремонтные работы проведены в кратчайшие сроки. Благодаря реконструкции облик автовокзала и внутреннее помещение полностью изменились. Результаты работы оценили наши корреспонденты. Каждые сутки от автовокзала Гомеля отправляются 600-700 автобусов, которые перевозят в среднем около 5000 человек. Поэтому о закрытии вокзала на время реконструкции не было и речи. Работы велись параллельно и завершились в рекордно короткие сроки. Основная работа, которая была направлена на реконструкцию, это благоустройство территории асфальтной, где находятся автобусы, и также перона, где люди отправляются в свои населенные пункты. Работа была достаточно хорошо, быстро организована, и жалоб со стороны пассажиров в сторону Гомельского автовокзала никаких не поступало. Перерезание красной ленточки – вручение почетных грамот строителям. Они здесь частые гости. Ведь вся реконструкция шла в несколько этапов. После первого свой нынешний вид получила фасадная часть. Узнать, как выглядел автовокзал раньше, можно по архивным фото. Для интересующихся историй несколько снимков были представлены на стенде. Большую разницу отмечают и те, чья работа связана с этим местом. Наш вокзал прообразился, площадки ровненькие, и сделаны бордюры на высоте, чтобы пассажиры, особенно инвалиды, чтобы сразу с подножки вступил, вернее, с бордюра на подножку вступил, не спотыкался. Конечно, очень хорошо. Большое удобство и для нас, и для пассажиров. Стремиться к гомельским транспортникам есть к чему. Ведется организация новых маршрутов в Санкт-Петербург и Польшу. Совершенствуется сервис. Одна из задач ближайшего времени – дать пассажирам бесплатный Wi-Fi. Однако в погоне за содержением нельзя забывать и о форме, ведь вокзал – это прежде всего ворота в город. Накануне Дня города в Гомеле запущен новый маршрут общественного транспорта. Рейсовый автобус вяжет молодые и перспективные жилые массивы с центром. Такой подарок получили жители 18, 19 и 21 микрорайонов. Автобус номер 27 – первый рейсовый транспорт на новой шестиполосной автодороге. Своё начало он берет на вокзале, движется через площадь Ленина и Мельников-Луг. Финишной прямой является автодорога «Восточный обход». В салоне осуществляется бесплатная раздача Wi-Fi. Пока на этом маршруте только два автобуса, но в скором времени будет проведен анализ пассажиропотока и произойдет корректировка расписания. Право осуществлять пассажирские перевозки получил автобусный парк номер 6. Новый маршрут поможет разгрузить центральную часть города. Кстати, для этого делаются и другие шаги. Расширение улиц и увеличение количества парковочных мест. На очереди реконструкция улиц Кожара и Подгорной. В Гомеле в рамках республиканской акции «Мы вместе» состоялся галоконцерт звезд белорусской эстрады. Главной изюминкой программы стало прямое участие зрителей, которые имели возможность исполнять песни вместе с любимыми артистами. Масштаб галоконцерта чувствовался задолго до его начала. Оборудование сцены перевозил целый караван из 10 автомобильных фур, а монтаж занял несколько дней. Атмосфера напряженной и слаженной работы царила и во время репетиции. Конечно, это очень сложно. Технические концерты по оснащению сцен, комплексов, количество приехавших артистов, людей задействованных в организации этого мероприятия. Но я вам хочу сказать, что самое теплое – это то, что люди с большим желанием собираются, это делают, потому что это наше родное, белорусское – это главное. Идея акции, которая проводится во всех областных центрах, не просто устроить шоу, но и вовлечь зрителей. Для этого артисты на сцене и технический персонал за пределами старались достичь гармонии света и звука, музыки, слов и собственных движений. Безусловно, это не рядовой концерт, все-таки это акция, акция «Мы вместе». И благодаря телеканалу ОНТ сегодняшний концерт объединяет не только творческих людей, творческие натуры, но и, например, сегодня жителей Гомеля. Идея, безусловно, реализована на славу, пустых мест на трибунах не было. Перед началом программы был показан презентационный ролик о нашем регионе. Зрителей и участников презентовал руководитель области Владимир Дворник. Он говорил о ценностях, актуальных всегда, стабильности и мире, уверенности в завтрашнем дне. Сам же концерт больше напоминал грандиозное караоке. Почти три тысячи гомельчан исполняли известные песни вместе с артистами. Для тех, кто не знал слов, строки песен отображались на экранах, а взрывы эмоций после каждого шлягера как будто еще раз напоминали о главном, о том, что все мы действительно вместе. А в завершение минувшей недели, воскресным вечером, гомель посетили участники республиканской акции «Любить Беларусь». О концертной программе ансамбля народной музыки «Биоседа» и творческой группе передачи «Размовляем по белорусскому» сегодня расскажут корреспонденты новостей. Следите за событиями жизни региона вместе с нами. Всего хорошего и удачной недели.